ну во первых я помню значит задача такая и также конечная группа мы рассматриваем комплексные представления значит вот такой интересный критерий что если ро и тау это два представления группы же комплексные вот значит тогда они эквивалентны тогда и только тогда когда что в терминах характеров для очевидно вот в эту в эту сторону правильно это очевидная импликация а вот в обратную нужна теория в обратную нужна теория какая нужна теория совершенно верно значит достаточно просто в сумму неприводимых разложить значит где все это не приводим ну среди них могут быть какие-то изоморфные конечно вот хорошо а значит ну и значит раз так то каждое неприводимое представление группы же а и всего конечное число значит входит в ро и в тау одинаковое число раз правильно и это число может быть характеризована как раз в терминах характера каким образом значит вот количество таких и что какое-то заданное пи и т изоморфно некоторому пик где пи это фиксированное неприводимое представление группы же вот это число и количество таких и равно чем до чего да значит в ро и в тау правильно и 1 hero равных это узнать что вернее значит надо так написать мы же мы вот это мы сейчас в обратную сторону доказываю значит вот это нам неизвестно в известно вот это вот и аналогично нам известно про то у тут какие-то будут из волной житые вообще говоря в другом количестве да но важно что все питы и все пи житые с волной принадлежат одному и тому же множеству конечному множеству неприводимых комплексных представлений вот и вот мы берем фиксированные из них и оказывается что значит давайте да хорошо вот это равно этому а это в свою очередь соответственно равно количеству жи каких-то пи житые с волной тоже эквивалентны согласны да вот и это означает что фиксированной пи входит в разложение вот в эти два одинаково числа раз ну и так про любой пи можно сказать хорошо так теперь значит еще было про унитарность да что там значит напомните то что если два представления конечной группы эквивалентные унитарные то они унитарные эквивалентны да так значит и наверное самое трудное понять что это не так значит теперь вот здесь я ставлю унитарные матрицы давайте вспомним что это такое да значит а сопряженное равно а минус 1 диас сопряженное это что такое по определению не просто трансформирование вот так конечно да вот так и надо было доказать следующее значит они эквивалентны по условию вот они унитарные тогда они унитарные эквивалентны то есть существует унитарная матрица такая школа для всех же уже tau g равняется c минус 1 2 на c то есть у нас по условию существует просто какая-то невырожденная матрица она доказать что существует именно унитарная матрица как там про неприводимые или про любые добыла не было а ну хорошо значит давайте вспомним вообще вот про унитарные матрицы да значит вот если бы у нас поле было действительно и числа тогда здесь было бы просто транспонированная и они назывались не унитарные ортогональные то есть это матрицы как бы движение в ортонормированных базис то есть унитарные матрицы это комплексный аналог ортогональных матриц сохраняющих скалярное произведение и мы знаем что унитарная матрица диагонализируем в некотором ортонормированном базе правильно но здесь хитро да если бы нас спрашивали просто про одну какую-то матрицу она спрашивает про целое семейство так значит ну хорошо что просто можно заменить условия равенства характеров наподобие матрицы да но там мы получим да это другая задача там уже откуда взять унитарную матрицу сопрягающую рассмотрим две матрицы которые ну соответственно раз ответственно ты возьмем какую-то и мы знаем из ну сопряжение что они характер одинаковую при этом они унитарные значит они в соответствующих базисов имеет одинаковый вид значит матрица перехода от одного бойца к другому будет поскольку оба базиса ортонормированные унитарные и спрягать еще раз не понял с самого начала значит вот рой то у так ну возьмем соответствующую матрицу для роз соответствующую матрицу для того и докажем что существует как ним какую соответствующую которая делает что для ровно мы возьмем который дегонализирует кого у нас до этого была она для любого элемента можем взять матрицу любого а надо одну на всех значит ну во первых тут значит должно все свалиться к неприводимым да таким образом они у нас по условию унитарные да значит ну давайте разложим в сумму неприводимых то есть у нас наше пространство cn раскладывается в прямую сумму вариантах под пространство правильно какой-то к это минимальные инвариантные под пространство тогда в каждом из них можно выбрать ортонормированный базис правильно значит ну соберем все эти ортонормированные базисы получим ортонормированный базис всего пространства c в степени значит ну и запишем матрицу перехода она точно будет ортонормированный да правильно это матрица по столбцам которые стоят базисные векторы всех этих видов значит и тогда raw унитарно эквивалентно унитарно эквивалентно значит прямой сумме каких-то пи и так то есть на матричном языке все raw g эквивалентные значит ну вот так raw g это какой-то там где минус 1 здесь д вот существует такая да а здесь вот такие вот блоки а здесь как раз матрицы вот этих и так правильно вот и d1 на всех существует унитарная d такая что вот это верно для всех же из же согласны да ну и точно так же вы можете сделать для того тоже значит найти там соответствующую унитарную матрицу и и а то есть здесь значит здесь получить матрицу тау а джеда значит существует еще какая-то д с волной вот такая что значит тау а джед будет д с волной причем каждый вот из этих блоков эквивалентен каждому вот из этих сад которые стоят на одних и тех же местах ну и поэтому фактически задача свелась к неприводимым правильно если мы покажем что вот эти все матрицы унитарно эквивалентно вот этим всем так то есть найдется такая b уже вот такого размера так что для любого же вот все вот эти матрицы до эквивалентные вот эти получаются сопряжением с помощью вот этой b то тогда значит для каждой мы так сделаем и потом соберем из них одну унитарную матрицу вот значит как для неприводимых и так значит пусть теперь ро и тау неприводимы так ну давайте воспользуемся условием начну существует такая бы просто какая-то что для всех же же значит б в минус 1 ро а дж на б равно тау а дж так ну и мне хочется сразу это переписать вот так вот теперь давайте пытаться сделать из б унитарную значит давайте применим к обеим частям вот это сопряжение еще но как известно меняет порядок правильно вот а что такое роад же со звездочкой и товар же со звездочкой это минус 1 до а пока еще нигде сейчас все будет значит так ну и давайте это перепишем давайте это перепишем значит так тау а дж здесь а здесь роджи так значит сравним с чем подставим подставим значит ну да давайте значит вместо тау а дж подставим вот что вот отсюда подставим значит б в минус 1 и ру а дж на б так вот это это просто тау а дж в силу вот этого так ну и на б теперь действительно умножим обратно так и у нас получится что ру а дж на б на б со звездочкой равняется б на б со звездочкой на рот вот а теперь вот собственно ваш вопрос как раз вот сейчас надо воспользоваться тем что ронни приводима значит что мне написать я еще так по моему не вёл в цепь да и так так как ронни приводима то отсюда что следует смотрите матрица б на б со звездочкой это понятное дело не выраженная матрица так и она устанавливает как бы автоморфизм вот этого представления так а как что мы знаем про по изоморфизм да нет не тождественная скалярная по по лемешура лемешура вот ну и собственно почти все то есть на самом деле б с точностью до множителя унитарно нам надо добиться того чтобы вот это лямбда было равно единице так ну последний штрих остался как нам этого добиться вот на что она вообще комплексная чтобы она была меньше она должна быть действительным давайте во первых поймем будет ли она действительным и тогда уж поймем что она будет больше значит б б это какая-то матрица меня интересует у нее наверное только первая строка значит тогда б со звездочкой у этой матрицы меня интересует соответственно первый столбец да значит то есть как найти вот это лямбда надо взять первую строчку на первый столбец так но первый столбец вот этой матрицы это то же самое что первый столбец вот этой но только первая строка вот этой только еще сопряженная правильно вот отсюда лямбда это есть вот такое число ну это все действительные числа положительные ну и конечно они все не могут равняться нулю правильно вся строка не может быть нулевой вот так что это есть действительно положительное число какое-то которое стало быть имеет вид вид мю на мю с чертой где мю не равно нулю согласны да так может и говорить что они действительно и зачем нам мю с чертой ну да так сказать по инерции квадрат записываем мю квадрат мю действительно что сейчас ну да все ну и делим делим на мю если мы больше не да все значит тогда b разделить на мю е точнее ну просто на мю вот так вот вот это искомая матрица искомая унитарная матрица вот ну то есть вот ключевой момент вот собственно где используется леммашура хорошо так и действительно вот из той задачи было очень классное следствие из первой еще задачи лучше было в другом порядке их значит разобрать ну неважно давайте вернемся значит замечательный факт значит следствие первой задачки вот здесь они уже не унитарные не утверждается да значит вот рассмотрим две последовательности квадрата то есть рассмотрим вот это условие с двумя такими последовательствами значит первое для всех же существует такая c они вырождены ну понятно и существует такая c что для всех же значит первое условие вот это второе второе логически сильнее первого но вот удивительно но верно вот это вот для неприводимых комплексных представлений вернее для просто приводим для представлений конечно комплексных представлений конечной группы следствие первой задачи значит давайте предположим что верно один тогда что вы можете сказать про характеры ро и тау они равны потому что для любого это это равенство функции для любого же взяли любое же да посмотрели матрицы да они эквивалентны значит характер следы равны значит характеры равны а отсюда следует два по первой задачи вот значит хорошо так ну представление мы тогда продолжим на следующем семинаре собственно завершающим и я расскажу вот подход через алгебры но для этого нам надо сначала поработать с алгебрами то есть важные классы элементов нильпатенты и дымпатенты ну и так сказать более общо делители нуля делители нуля так сказать противоположные в том смысле обратимые элементы вот когда вы встречаете какое-то кольцо то стоит вот задуматься над такими вопросами вот но сначала давайте вспомним определение и так значит r у нас будет не обязательно коммутативное но ассоциативное кольцо с единицей значит нильпатенты что такое нильпатент существует n такое что элемент в степени 0 да и дымпатент а квадрат равно а да ну делитель нуля понятно и обратимый тоже понятно значит ну вот давайте опишем в кольце вычетов такие элементы что они из себя представляют значит z тут с делителями нуля все понятно зависит от n если простое то вообще нет если не простое то те которые ну делитель нет нетривиальные делители да вот а для нильпатентов и дымпатентов тут уже нужно раскладывать n на простые да значит ну давайте сначала какие-то примеры допустим в z6 есть есть ли там какие-то нильпатенты вот что значит что элемент а класс вычета а а целое число нильпатент тут понятно можно все перебрать но я могу потом поставить здесь что-то побольше вот значит что это значит существует такое м натуральное что а с чертой в мтой это ноль с чертой а что это значит это значит что а в мтой делится на 6 правильно но это равносильно тому что а делится на 6 согласны а это равносильно тому что а с чертой ноль то есть на самом деле здесь нет нильпатентов Вопрос. Какое свойство числа 6 мы здесь использовали? Потому что нет квадратов. Совершенно верно. Значит, если P1, Pk это различные простые, то тогда справедливо вот такая импликация. Согласны? Ну вот, импликация вот сюда. В эту сторону очевидна. Верно, сюда. Правильно? Потому что каждое P1 должно входить в разложение A в степени M, а значит, оно входит в разложение A. Таким образом, вот критерий того, что здесь нет нелепатентов. N свободно от квадратов. Итак, не содержит нелепатентов. Когда N свободно от квадратов. Вот. Хорошо. Значит, если же произвольный случай. Как тогда устроены нелепатенты? Например, в Z12. Как устроены нелепатенты? Значит, А с чертой 0,6. Да. Вот. Ну и значит, А с чертой 0,6. Вот. Ну и понятно теперь, что здесь. Значит, давайте здесь поставим какие-то D1, DK. Это разложения на простые. Тогда здесь будет D1, DK. А здесь не будет D1, DK. Здесь будет вот как было. Согласны? Вот. Ну и значит, вот так вот устроены здесь все нелепатентные элементы. Значит, множество всех этих нелепатентных элементов образуют на самом-то деле идеал. В коммутативном кольце все нелепатентные элементы образуют идеал. Значит, так называемый радикал. Был на лекции? Вот. Значит, ну почему? Вот если у вас элементы А и Б нелепатенты, А в мтой степени 0, Б в мтой степени тоже 0, то что вы можете сказать про их сумму? Самое нетривиальное, ну, сантекс, надо показать, что сумма в некоторой степени тоже дает 0. В какой? В какую нужно возвести, да, пользуясь коммутативностью. Ведь что такое А плюс Б в катый? Это сумма С из К по Ж, А в житый, Б в К минус житый, да? М плюс Н? Да, значит, действительно, давайте возьмем здесь К, это М плюс Н. Ну тогда согласны, что верно следующее, либо Ж больше или равно М, или К минус Ж больше или равно Н. И здесь не могут быть строгие неравенства, правильно? Потому что тогда в сумме было бы М плюс Н меньше К. Значит, при каждом К, то есть в каждом слагаемом здесь будет 0. Вот, значит, это будет равно 0 при К равном М плюс Н. Вот, значит, таким образом, действительно, замкнуло относительно сложения множественных элементов, ну, с минусом очевидно, то есть это Абелева группа по сложению, ну, и выдерживает умножение на элементы кольца, опять-таки в силу коммутативности. Да, если А в М, то и 0, и Р любой элемент, так, то А, Р в степени М за счет коммутативности это тоже 0. В некоммутативных кольцах это уже не так. Например, сумма там двух нелепатентных матриц, очевидно, уже не обязана быть нелепатентной матрицей. Согласны? Согласны, да? Вот, там гораздо хитрее все в некоммутативных кольцах, там много разных радикалов, в общем, это отдельная тема. Дальше. Очень важное, ну, и в этой связи, в связи с описанием, значит, нелепатентов и демопатентов, ну, и вообще, важно строение, вопросы строения, вопросы разложения в прямую сумму. Значит, вот так же, как для групп, в общем, для любых алгебраических структур, можно рассматривать прямые произведения. Так? Ну, вот для колец обычно говорят о прямой сумме. Значит, вот, допустим, когда два слагаемых, значит, опять-таки, есть внешняя, внутренняя прямая сумма, да? Ну, внешняя, тут все ясно, да? Есть одно кольцо, у него свое сложение и умножение, есть другое кольцо, тут свое сложение и умножение. Мы рассматриваем множество пар с покомпонентной суммой и с покомпонентным умножением. Что можно сразу сказать сходу про такое кольцо? Ну, например, может ли оно быть полем? Нет, нет, есть делители нуля. Да, здесь всегда есть делители нуля. Уж скоро, так сказать. Значит, все покомпонентно, да. Значит, да, есть делители нуля. Вот, хорошо. Значит, теперь, опять-таки, вопрос, когда кольцо раскладывается во внутреннюю прямую сумму своих, значит, ну, подколец, и что тогда это за подкольца такие? Вот, что можно сказать про R как подкольцо в R плюс S, вот если это, если стартовать с внешней конструкции. То есть мы отождествляем R с множеством вот таких пар. Так. Ну, очевидно, это подкольцо, но это не просто подкольцо. Не будет идеально. Да, оно не только замкнуто относительно умножения внутри себя, да, оно замкнуто относительно умножения на элементы кольца всего, да, потому что если такую пару умножить на такую пару, любую, то будет вот такая пара, правильно? То есть мы пойдем опять сюда. Ну, если там, не важно, с другой стороны то же самое. Вот, значит, это идеал. Это идеал. Значит, и важно, что единицы вот в этом кольце, да, соответствуют суммы единичек. То есть один-один, пара нейтральна, но это всегда так, так сказать. И это на самом деле подсказывает внутреннюю конструкцию, вот что, как, так сказать, определить, что, значит, кольцо разложилось в прямую сумму, ну, уже, так сказать, идеалов. Тут можно еще что сказать про них, да, что, вот во внешней, что R0 на 0s, значит, это, понятное дело, в другом порядке тоже, и это 0. Это 0. Вот, значит, ну и вот какое у вас было определение разложения кольца в прямую сумму идеалов. Ну, там не обязательно двух, наверное, сразу несколько, сразу произвольное, да, у вас было. Можно вот это обобщить все. Вот, итак, вот пусть теперь внутренняя конструкция, внутренняя прямая сумма или прямое произведение, когда конечное число множителей, это одно и то же, когда бесконечное, это уже разные вещи. Вот, ну, пока, так сказать, конечное число. Вот, значит, у нас есть идеалы. Все икаты это двусторонние идеалы по умолчанию. И, значит, что мы про них говорим? икатая на ижитая это при к, не равном же, это ноль, правильно? Значит, нужно ли еще что-то добавить? Нужно ли еще что-то добавить, чтобы это определение было эквивалентно исходному? Давайте вот эту теорему сформулируем. Значит, вот следующее условие равносильное. Это внешнее. И это какие-то кольца. А теперь внутренние условия, да, значит, существуют такие E1, E, N из R так называемые центральные ортогональные деппатенты. Ну, то, что они деппатенты, это вот что значит. Значит, то, что они ортогональные, это вот что значит. Ну, вот можно было ну, ладно, давайте тут уже ноль напишем при I, не равном J. Иначе там надо было писать дельта и J на E какие-то, да? Вот. И они центральные. То есть, они со всеми коммутируют. То есть, можно вот здесь написать центр кольца. вот, значит, такие, что в сумме они дают единицу. То есть, это вот это означает, что это полная система идемпатентов. И каждая значит, E, E, T, R изоморфно R, E, T, M. Вот. Значит, ну и третье R раскладывается в прямую сумму идеалов. Значит, существуют идеалы E1 и N каждый из которых как кольцо изоморфен R, K тому для всех K и, соответственно, R раскладывается вот аддитивная группа кольца R вот таким образом раскладывается. Значит, прямую сумму этих идеалов подгрупп. Значит, это аддитивные группы. для аддитивных групп мы знаем, что это означает. Ну вот дополнительно требуется, чтобы они все были идеалами. Вот. изоморфен вот этим вот. Значит, ну вот покажите, так сказать, все аккуратно, откуда что следует, почему, так сказать, там, собственно, написано решение. Разберитесь. Давайте на примере это поймем, чтобы, так сказать, привыкнуть. Тут, понимаете, алгебру вы, наверное, уже заметили, да, что формальное доказательство часто не дает понимания, а разбор какого-то примера дает. И тогда вы уже сами можете доказывать. Значит, ну вот давайте рассмотрим тот самый пример с Z6. Вот это хороший пример, очень самый первый фактически, да, который иллюстрирует внешнее, внутреннее произведение или сумму и групп, и колец, неважно. Значит, вот мы пишем вот так. Мы так писали про группы, и также мы можем так написать про кольца, правильно? То есть это кольцо есть прямая сумма колец за 2 и за 3. И доказательство абсолютно такое же, то есть вычету K по модулю 6 соответствует пара вычетов. Вот таких. Согласны, да? То есть это биекция в силу взаимной простоты двойки и тройки. и она очевидно сохраняет операции. Когда вы складываете два вычета по модулю 6, то, ну, конечно, они складываются также и по модулю 2 и по модулю 3, да? То есть можно просто рассмотреть гомоморфизм из Z, из кольца Z, вот сюда, вот по такому правилу. K переходит сюда и сюда. Ну и его ядро, это будет как раз 6 Z. Все числа, свойства сравнений. Сравнений можно не только складывать, но и умножать. То, что сравнение можно складывать, это вам дает гомоморфность аддитивных структур, да, по сложению, но еще и умножать тоже можно. Вот, значит, хорошо. Это внешнее. Но если кольцо изоморфно внешнему прямому произведению, колец, то тогда в нем есть идеалы, да? Оно раскладывается во внутреннее произведение, да? Давайте увидим эти идеалы. Значит, вот это кольцо, нарисуем его. Это Z6. Ну и вот, что соответствует Z2 и Z3, да? Это надо просто взять вот этот изоморфизм и взять прообраз каждого слагаемого. Правильно? Тут вариантов, так сказать, не так много. Тут, собственно, единственный вариант есть, да? Единственный вариант. Какой? Значит, Z6, это уже прямая сумма, уже равенство. Вот здесь изоморфизм, а здесь равенство. Что будет соответствовать Z2? Вы ищете еще единицу, вторую, да? Понятно, что для подгруппы это будет 0 и 3, да? То есть это будет 3 Z6. 0 и 3. Немножко странное кольцо, да? Никто не говорит, да? Это идеал. Это идеал. Оно, конечно, является кольцом, в частности. Да, вот смотрите, 3 в квадрате это 9, по модулю 6 это опять 3. Видите, это и демпатент. Это единица вот в этом кольце. Вот, значит, и плюс, соответственно, 2 Z6. давайте здесь найдем единицу. Но 2 в квадрате 4 не подходит, да? 4 в квадрате, 16 по модулю 6, 4. То есть вот это это и демпатенты в Z6 и единицы, самые настоящие единицы в 3 Z6 и 2 Z6 соответственно. Вот. А то, что единица в кольце Z6 это есть не что иное, как 3 плюс 4, это есть вот то самое разложение единицы. Согласны? Да. Ну вот. Значит так, ну и теперь если я здесь немножко обобщу ZM плюс ZN так, то, значит, что мне надо сделать? Ну, при MN взаимно простых, конечно. Значит, тогда я эту единицу представляю как UM плюс VN ну и вот, собственно, те самые единицы. Согласны, да? Вот. Хорошо. Значит, когда вы разложили кольцо в прямую сумму, так, то, соответственно, вопрос о нелепатентных и демпатентах сводится к аналогичным вопросам для каждого слагаемого. Ну, потому что умножение это по компонентам. Если А квадрат равно А вот в таком кольце, то это означает, что значит, для каждой компоненты это верно. Согласны? То есть, ну, например, такой вопрос. Возьмем какое-нибудь кольцо Z вот по такому модулю. Значит, как устроены там и демпатенты, ну, вообще, сколько их? Давайте поймем. Ну, как они устроены, мы, так сказать, тоже поймем. там это некоторые вычисления. Давайте сначала поймем, сколько их. Вот сколько их? Это вопрос, на который можно быстро ответить. еще один раскладывается на произведение до трех простых. Да. Да. Да, там 11 точно. Да. Вот. Значит, ну и, а вот это поля уже. Правильно? Значит, если у нас x квадрат равно x вот здесь, значит, то, что этому разложению соответствует. Значит, ABC это ABC вот здесь. Так, x соответствует ABC. Понятно, да? Вот. Ну, а тогда, значит, надо описать и демпатенты здесь. Ну, что вы можете сказать вот про такое уравнение в поле? Вот в поле оно имеет два корня, 0 и 1. Потому что в поле нет делителей нуля. Согласны? Да. В частности, в полях только два тривиальных и демпатента, 0 и 1. Вот. Ну, поэтому сколько всего и демпатентов в кольце Z по модулю 1001? 8. 8. 2 в кубе. Согласны? Так, ну и контрольный вопрос, сколько здесь снили патентов? 0, да. Ну, 0 не считается. Хорошо. Так, ну, все то же самое, в общем-то, обобщается, как вы понимаете, значит, с Z по NZ на k от x фактор по какому-то многочлену f, да, где k это поле. Ну, понятно, да, есть алгоритм Эвклида, да, такая же теория делимости, вот, ну, вот, можно, значит, уже задавать какие-то такие, например, вопросы, значит, а вот, эквивалент, сколько идеалов, например, да, вот, кстати, важная вещь, значит, про идеалы прямой суммы. Общее замечание, вот, давайте для двух слагаемых, значит, вот, если R изоморф на прямой сумме R1, R2, так, то, значит, что можно сказать про идеалы кольца R, идеалы кольца R? Смотрите, как прямая сумма идеалов из R1 и R2? Да, значит, берем I, и тогда это будет обязательно давайте я здесь равенство поставлю, значит, внутреннее, да, для простоты, значит, тогда I есть обязательно I1 плюс I2, где I1 идеал здесь, а I2 идеал здесь. Но это только, вот я подчеркиваю, это только если кольцо с единицей. А иначе это неверно. Вот. Давайте сначала поймем вот это. Значит, почему это так? Ну, во-первых, понятно, что все такие прямые суммы, да, если вы берете идеал отсюда, идеал отсюда, то ясно, что их прямая сумма это будет идеал в прямой сумме колец, правда? Замкнутость, значит, по сложению обелевого группа, да, и замкнутость на умножение, потому что все по компоненту. Содержательное, почему вот других идеалов нет? Почему, если мы возьмем любой идеал здесь, он обязательно вот так раскладывается? Что взять в качестве I1, что взять в качестве I2? То есть, по I надо построить вот этот I1. Что это будет? Догадаться легко, что это будет. Что это будет? на картинке. На картинке вот у вас R1, вот R2. Утверждается, что если есть какой-то здесь идеал, как-то я его изобразил, что вот таким он быть не может. что обязательно, если мы возьмем его первые координаты, да, и возьмем его вторые координаты, значит, на самом деле он будет вот такой. Прямая сумма. Идеал здесь, идеал здесь. Ну вот почему? Значит, надо по I построить I1 и I2. Ну что будет I1? Ну, I пересечь. R отец. Ну конечно, да. Вот, ну, значит, в самом деле мы можем элементы из R отождествлять вот с такими парами просто. Вот, значит, я могу писать, конечно, A плюс B, а могу писать AB. Давайте я буду писать AB, потому что так будет чуть-чуть нагляднее. То есть понятно, что A плюс B, где A отсюда, B отсюда, значит, перемножаются, вот, так сказать, по слагаемому. Значит, итак, вот взяли какой-то элемент из I. A, B. Тогда, грубо говоря, вам надо доказать, что A, 0, A, 0 принадлежит тоже I. I. Ну и B, 0, B тоже принадлежит I. Вопрос, почему это так? Почему это так? А мы не можем просто непосредственно умножить? На что? А, 0 есть, надо использовать, да. На что? На какой-нибудь элемент. Какой? Ну вот я тут подсказку дал. Иначе это неверно, то есть надо этим воспользоваться. Да, на что надо умножить A, B? 1. Да, на что? Либо на 1, на 1, либо на 1, 0. На 1, 0 или на 0, 1. Смотрите, это элемент из идеала, а это элемент из кольца. Значит, их произведение будет элементом из идеала. Правильно? Ну так же и здесь. Так что вот, ну все, значит, это на самом деле стало быть из R1 так же, да, а это из R2. Вот, значит, A, B это сумма двух элементов из E1 и E2. Все. Теперь давайте поймем, что наличие единицы существенно. То есть иначе это просто неверно. Почему? А мы не можем взять умножение, где все равно 0? Именно так. Правильно, Варвара, да. Значит, если в R нет единицы, то это неверно. Значит, пример. Возьмем просто абелевую группу, любую, с нулевым умножением. Согласны, что тогда любая подгруппа аддитивная, да, будет идеалом? любая B по сложению подгруппа это идеал. Ну, а мы знаем с вами, что в абелевых группах это не так. Если абелевая группа разложилась, да, в прямую сумму, то, конечно, здесь есть и куча других подгрупп. Согласны, да? Значит, например, вот такая. Вот такая вот подгруппа просто, да, она очевидно не есть. Сумма отсюда, подгруппа отсюда и отсюда. Ну, давайте вот об этом кольце немножко поговорим. Какие задачки посмотрим. вот допустим, такая задача, одиннадцатая. Доказать, что вот такое кольцо неизоморфно вот такому кольцу. То есть вы берете многочлены на С, здесь смотрите по модулю х-куб, то есть, грубо говоря, все, что начиная с х-куб и старше, х-четвертый, и так далее, все обнуляется. То есть у вас остаются как бы такие квадратные трехчлены А плюс БХ плюс СХ квадрат, которые вы умножаете опять-таки по модулю х-куб. А здесь вы берете остатки определения на х-куб минус х-квадрат. То есть вы х-куб как бы заменяете все время на х-квадрат. И вот так вот до тех пор, пока опять не останется квадратные трехчлены. Это вот как бы каноническая форма, да, остаток. То есть как векторные пространства на С, они изоморфны. Они не изоморфны как С-алгебры. Но изоморфны как векторные пространства на С. Ну, просто потому, что имеют одинаковую размерность 3. Значит, почему они не изоморфны как кольца? Потому что в одном есть х-1, в другом нет. Здесь тоже есть х-1. В С от х он есть. делители нуля и там, и там есть. Это первое, на что мы смотрим, да? Значит, то есть, например, здесь есть вот, собственно, в соответствии с этим разложением, да, классы вычетов вот этих многочленов это делители нуля здесь. Вот. А здесь как-то вот разнообразие поменьше. Вот. Нильпатенты. Мы с вами видели, да, вот есть кольцо Z6, есть там Z12, да? Ну, там не очень интересно, они понятны, не заморфны, у них разное число элементов, но не суть. Важно, что в Z6 есть делители нуля, но нет нильпатентов, так? А в Z12 есть нильпатенты. Каждый нильпатент это такой вот делитель нуля наиболее такой неприятный. То есть, если бы я вас спросил более простой вопрос, вот с этого можно начать, то вот здесь вы бы сказали, что они не изоморфны, потому что здесь существует нильпатент класс XA, а здесь нет. Здесь нет нильпатентов. По аналогичной причине. Потому что этот многочтен свободен от квадратов. Ну, можно вообще воспользоваться китайской теоремой, да? Ну, собственно, мы этим уже пользовались. Значит, это есть просто C плюс C на самом деле. Это прямая сумма полей. это можно объяснить, разложив точно так же C от X по X и C от X по X минус 1. А, значит, отсюда уже сюда. Ну, а можно сразу отсюда сюда просто, значит, каждому многочлену из C от X поставить в соответствие пару его значений в нуле и в единице. Тогда идеал, да, ядро, это будет идеал, состоящий из всех многочленов, которые в нуле и в единице обнуляются. то есть, которые делятся на X квадрат минус X. Ну, это все одно и то же на самом деле. Ну, а тут, понятно, нет нильпатентов, правда? Потому что их нет тут и тут. значит, то есть, делители нуля есть, понятное дело, да? На одном месте ноль, на другом не ноль. А нильпатентов нет. Если A, B вот здесь в степени N это ноль, пара из нулей, то это же есть A в степени N на B в степени N. И B в степени, да? Значит, это ноль и это ноль. А тогда A и B оба нули. Понятно. Хорошо. Ну, а вот здесь соответственно тут так уже не получится, это ступенька выше. И здесь, и здесь есть нильпатенты. Согласны? Какой элемент здесь нильпатентен? X будет здесь нильпатентен? Класс XA? Нет. Потому что никакая степень XA вот на это не делится, правда? А что здесь будет нильпатентом? X минус 1. X на X минус 1. Надо оба. Помните, как там? Как в Z. Да. X на X минус 1. Вот это нильпатент. Вот здесь. И это явно не нулевой элемент. Это же не вот этот элемент, он не делится на этот. Но в квадрате делится. Значит, это нильпатент. Ну и понятно, как устроены все нильпатенты здесь, да? Собственно, их с точностью доассоциированности вот он такой один. Согласны? Вот. То есть, любой нильпатент это класс какого-то многочлена, который обязательно делится на X на X минус 1. А, нет, я неправду сейчас, неправду, конечно, сказал. Извините. Можно еще вот тут ставить любую степень. это другое будет. Понятно, да? Ну, они несравнимые. Вот если X... А почему X'а нельзя поставить? Нет, а если X'а поставить, то это уже будет 0. Сейчас, секунду. Да, если я поставлю куб, допустим, да, значит... А, нет, сейчас, значит, X на X минус 1. Ну, это не так применение, так сказать. Нет, но это 0. Это одно и то же. Значит, а вот это, соответственно, их разность, значит, X на X минус 1, да, вот это уже разные элементы, согласны? Да. По модулю вот этого. то есть, их разность не делится на X куб минус X квадрат. Правильно? Вот. Да. Хорошо. Но важно, что действительно здесь любой нельпатент, он уже в квадрате дает 0. Правильно? А здесь есть нельпатент, который только в кубе дает 0. Это X. Понятно, да? То есть, формально, вот почему. Здесь есть X, который, значит, в квадрате не дает 0. Да, а здесь любой элемент в квадрате 0. Хорошо. Значит, разобрались. Так, ну и как считать количество идеалов? Давайте поймем, да? как считать количество идеалов. Так, ну здесь нам нужна опять-таки та самая теорема о соответствии, да? Ну давайте это я вот тогда вам оставлю в качестве ДЗ. Вот докажите, что здесь все идеалы значит, это классы вот таких многочленов. То есть, здесь 4 идеала. Ну вот это все кольцо. Это 0 просто. Ну вот еще 2. Вот. А здесь, соответственно, все идеалы, чтобы их описать, проще разложить, да? Ну вот это просто изоморф на С, как обычно, да? А здесь 3 идеала. Здесь 2 идеала, здесь 3 идеала. Ну и компонуем каждое с каждым, получаем 6 идеалов всего. Вот. Ну вот это вот обоснуйте дома. Да. Это уже не сложно. Так, хорошо, давайте теперь еще вот, да, посмотрим многочлены от нескольких переменных. Значит, это следующая задачка, да. Так, ну вот представьте, вы, наверное, помните уроки математики в школе. Ну, так сказать, не у всех они были веселые. мы сейчас разберем такой сюжет. Я не помню, я вам задавал эту страницу с графиками? Вы сказали, посмотрите там веселые задачи. Ну, именно так. Вы развеселились? Да. Развеселились. Да, ученица решила повторить с учениками графики функций. ну и не только функций. Так, сейчас так же нарисую. Вот это уже не функция. Тоже. вот, значит, здесь y равно x, здесь xy равно единице. Так, а здесь y куб равно x квадрат, да, y равен x в степени две трети, да. и вот мы факторизуем алгебру многочленов по идеалу, порожденным многочленом f, где f это вот один из этих многочленов. Ну, и так далее. Ну, и вот вопрос разбить эти алгебры на классы изоморфных. значит, как можно воспринимать все эти алгебры? Ну, это алгебры полиномиальных функций на этих кривых. То есть, вот посмотрите, если вы берете два многочлена отсюда, да, они задают какую-то функцию на плоскости, правильно? от двух переменных. Когда вы рассматриваете фактор в кольце, так, эти многочлены, значит, вы их уже отождествляете иногда, если их разность делится на f. Ну, то есть, ограничение этих многочленов на вот эту кривую, где f равно нулю, это уже одна и та же функция. Вот. Значит, вот так вот можно мыслить себе. Это многочлены вот на этих кривых. Например, если вы ограничиваете вот на эту прямую, да, на y равно x, то фактически вы на самом деле получаете просто многочлены от одной переменной. Многочлены напрямую. Вот. Почему? Давайте сначала такой вопрос. Интуитивно это понятно? Ну, вроде бы, да, как бы y заменяется на x. Да, y заменяется на x. Ну, и формально это также доказывается. То есть, вот всегда, когда вы видите нечто подобное, у вас уже, наверное, рефлекс рассмотреть гомоморфизм отсюда-сюда, сюрреективный, и показать, что его ядро вот такое. Понятно, да? Вот. Значит, вот давайте рассмотрим действительно такой гомоморфизм. который многочлену fiat xy ставит в соответствие какой многочлену? Уже от одной переменной. да, fiat xx. Значит, понятно, что он сюрреективный, да? Образ f это все r от x. Значит, то есть, взяли любой многочлен, да, и от x его можно в частности рассматривать как многочлен от xy. Правильно? То есть, просто переменной y нет. Вот. Значит, хорошо. Теперь ядро. Ядро состоит из всех многочленов φ от xy таких, что φ от xx это 0. Нам надо доказать, что это вот этот идеал. Ну, так вот в скобках уже вы знаете, да, обозначается главный идеал. Значит, вот это включение очевидно. то есть, если взять какой-то, я на всякий случай напишу, значит, это y-x умножить на r от x, на все многочлены. Если взять любой многочлен кратный y-x, то ясно, что если в него поставить y равное x, то получится 0, нулевой многочлен. Значит, содержательно, чуть-чуть содержательно в обратную сторону. почему если какой-то многочлен обнуляется при подстановке y равно x, почему он делится на y минус x? Так, ну, это называется теорема безума. Неожиданно. Которое вы привыкли, что она от одной переменной, да, для многочленов от одной переменной. На самом деле здесь вот при некоторых обстоятельствах многочлены от одной переменной можно рассматривать от двух переменных можно рассматривать многочлены от одной переменной, но над чем? Над кольцом многочленов от другой переменной. Так, то есть мы применяем теорему безума вот к чему. Значит, у нас r от x это основное кольцо, кольцо коэффициентов. И мы над этим кольцом рассматриваем кольцо многочленов от переменной y. И f от x y рассматриваем как элемент вот этого кольца. То есть фиксируем в нем переменную y как как бы основную. Если угодно расписываем по степеням y. Понятно, y в самой большой степени на какой-то многочлен от x плюс y в меньшей степени на какой-то многочлен от x и так далее. Тогда у нас x это корень этого многочлена. Правильно? По условию. x это корень этого многочлена. Вот здесь. Значит, ну а тогда по теореме безу он делится на y минус x. Единственное, вы можете сказать, а вот нам рассказывали теорему безу над полем. то есть это-то не поле, да? Но на самом деле анализ доказательства показывает, что все хорошо. Потому что, ну как доказывается теорема безу? Делением уголком на y минус x. А когда вы делите уголком, то поскольку при y у вас коэффициент единица, то никогда проблем не возникнет. То есть вы всегда можете делить вот так, когда здесь вы можете расширить до поля, до поля частных. И тогда вообще все хорошо. Но это и не нужно. То есть мы остаемся здесь. При делении уголком все сохраняется. Ну еще более очевидно сказать, что в случае теоремы безу, значит, когда вы делите на двучлен y минус что-то, вы просто можете вот это расписать как многочлен от x и от y минус x. То есть вы можете его расписать по степеням y минус x. Понятно, да? Сдвиг просто элементный. Вот. Ну и все подставляете, значит, вместо y равно x. Остаток это у вас многочлен, который по y имеет меньшую степень. то есть константа по y. То есть это многочлен от x просто. Ну и все, значит, он нулевой, значит, делится. Понятно, да? Вот. Хорошо. Значит, таким образом это у нас просто r от x здесь получилось. Чисто, если мы делаем уголком, почему у нас нет проблем? А потому, что, ну, алгоритм деления уголком. Мы делим старший член здесь на y. На старший член здесь. а это и просто y. Здесь нет коэффициента. Он обратим. Коэффициент единицы обратим. Поэтому здесь будет всегда y в какой-то степени на единицу меньше, а тут будет при нем тот коэффициент, который был здесь. Ну и все. Значит, мы не выпрыгнем, нам не придется делить. Хорошо. Так, есть ли здесь еще какая-то из этих алгебр, да? Изоморфна ли она r от x тоже? Давайте поймем. Ну вот, можно ли просто то же самое рассуждение применить, если, так сказать, что-то где-то заменить? Разве что частично выгодит квадрат равно x квадрат, потому что там есть y минус x, но... Ну там делители нуля есть. Ну да. Да нет, ну вот, какая разница, да, что тут вычесть. значит, вот рассмотрим вот такой функции на параболе, да, то же самое. Вот, то есть, видите, они даже похожи, они, видите, они даже, так сказать, дифиаморфные, да. вы можете прямую, из нее легко сделать параболу. Вот здесь вот так не получится. Тут вот есть особая точка. Ну и алгебраически не получится доказать. а здесь все то же самое. Вот, здесь все то же самое. Так что это изоморфно r от xy фактор по y минус x. Так, дальше. Ну, значит, понятно, что если есть делители нуля, если f раскладывается, то все, так сказать, то, что f раскладывается, равносильно тому, что здесь есть делители нуля. Вот, значит, здесь вы получаете r от x плюс r от x. Почему? Ну, потому что вы получаете r от xy фактор по y минус x, да, и r от xy фактор по y плюс x. Ну, опять, все аналогично, да, вы, значит, многочлену от xy ставите в соответствие значение при y равном x и значение при y равном минус x. Ну, вот. Значит, хорошо, здесь есть делители нуля. Так, дальше, дальше, вот здесь, что? xy минус 1. Ну, здесь явно это никак не похоже на прямую, на параболу, да, вот, значит, что здесь будет? Ну, здесь будут, значит, мы неформально мы должны вместо y подставить x минус 1. ну, формально на самом деле тоже. Значит, итак, это называется многочлены лорана, то есть многочлены от x и от x минус 1. Есть ряды лорана, да, это, значит, когда начиная с какого-то отрицательного и до бесконечности, да, просто ряды еще допускается какой-то отрицательный, конечный отрезок. А многочлены лораны это когда конечность с обеих сторон. Но сколь угодно длинная, может быть, понятно, да? То есть попросту многочлены от x и от x минус 1. Тут лучше не скажешь. Значит, вот, рассматриваем опять-таки вот такое отображение. Ну, и вам домашнее задание значит показать, что действительно это сюрлективный гомоморфизм и его ядро действительно какое написано xy-1. Значит, это домашнее задание. Вот. Значит, с окружностью. С окружностью очень интересный пример и важный, да, потому что ну, на что что такое функции на окружности, да, какие функции удовлетворяют вот такому условию, что их сумма квадратов это единица. Тригенедрические. Это не что иное, как кольцо трригенедрических полиномов, которое вы изучаете в связи с анализом Фурия. Правильно? Это кольцо трригенедрических многочленов. Вот. Прямо вот кольцо функций, имеющих вот такой вид многочленов от косинуса и синуса. Значит, интересно, это, например, неевклидовое, даже нефакториальное кольцо. Здесь есть нетривиальное разложение. Но надо еще обосновывать, что значит, неприводимое, что это действительно разложение на неприводимое. Два разных разложения на неприводимое. Вообще, этот пример иллюстрирует, что факториальных колец очень мало, потому что фактически ясно, как получать нефакториальные кольца. Взяли, профакторизовали алгебру многочленов по какому-то идеалу, да, даже вот главному такому, что там, так сказать, раскладывается каким-то образом. Значит, ну, то есть, вот равенство можно записать и разложить. Ну, и все. И получается противоречие. Однако, не все здесь так просто, и это дополнительная задача. Дополнительная задача вот какая. Вот если я рассмотрю то же самое, но на С, вот это кольцо евклидово. И уж тем более факториально. Вы спросите, как же так? Я же только что привел контрпример. Ну, во-первых, я не обосновывал до конца, просто сказал. И вот оказывается, когда поле R это контрпример, а когда поле С это не контрпример. И вот и есть евклидовость. Вот это домашнее задание со звездочкой. Видите, лучше решать дополнительные задачи. Они гораздо интереснее. Да, Варвара может подтвердить. Так, значит, хорошо. Так, ну и вот этот интересный примерчик у нас остался. Так, ну я не помню, я вам рассказывал, что это такое. Значит, так, ну мы на маломехмате такие задачи раньше решали. Значит, давно, когда я там еще работал, значит, у продавца есть двухкопеечные монеты, у, значит, у покупателя трехкопеечные, значит, как им там расплатиться. Ну, там можно 2,3, значит, увеличить, будет поинтересней. Значит, ну это вот в точности вот задача про то, что вы можете получить, имея x квадрат, имея t квадрат и t куб. Значит, вот эту кривую вы можете параметризовать. Вам на дифференциальной геометрии вот такое уже или там покажут, или уже значит, x это t куб, да, а y это t квадрат. Согласны, что это параметризация вот этой кривой? Вот, ну и, соответственно, вот если вы рассматриваете вот такой гомоморфизм, многочленную f от x, y ставит в соответствие многочлен вот такой, f от t куб, а тут t квадрат, так, то вы как раз получаете ту задачу про монеты, потому что, да, вот что вы можете получить, ну, делить разве что нельзя, вот, имея t куб и t квадрат, вы можете получить все мономы, кроме t, согласны? так что, это под кольцо, здесь, под кольцо, значит, образ, образ этого гомоморфизма, так, φ, а, давайте я здесь, φ, наверное, у меня здесь везде было φ, а вот это будет f, значит, образ f, это вот что такое, это все многочлены, у которых коэффициент при t нулевой, согласны, да? Ну, а ядро, это вы тоже покажете дома, это вот этот идеал, y куб минус x квадрат, ну, тут, кстати, чуть-чуть поинтереснее будет, это домашнее задание, так, домашнее задание можете уже, значит, да, прямо оформлять, потому что, ну, собственно, будет зачет, и я просто буду спрашивать, ну, вот эти задачи просто, то есть, какие-то там точно будут, вот, контрольные, я думаю, у нас уже не будет, потому что у нас нет времени, еще какое-то время искать, у меня сейчас просто, не успеваю ничего, вот, значит, хорошо, значит, это пример тоже не факториального кольца, очень такой, ну, классический пример, значит, здесь есть два разных разложения, напрасно, на неприводимые, а именно, t квадрат в кубе равняется, t в кубе в квадрате, это опровергает факториальность вот этого кольца, вам, наверное, Дмитрий Андреевич это приводил, еще чуть ли не в первом семестре, наверное, я тоже приводил, вот, значит, t квадрат это неприводимый многочлен вот здесь, потому что здесь нет его делителя t родного, да, его лишили, так сказать, забрали, вот, и тут тоже t куб, например, не делится на t квадрат в этом кольце, и это тоже неприводимый элемент, и это два разных разложения на неприводимые, так что кольцо не факториально, вот так, значит, ну, и вот, в общем, получается в этой задаче, вот, что здесь пять, в общем, колец, они все, значит, вот эти два изоморфные, все остальные не изоморфные, вот, ну, покажите, вот я, так сказать, тут вам много всего привел, давайте даже считать алгебр, да, изоморфизм алгебр, не колец, а чуть посильнее, то есть будем считать, что вот r, поле r всегда неподвижное, ну, для простоты, вот, значит, вот, где-то там есть делители нуля, например, да, вот здесь, вот здесь и здесь нет делителей нуля, так, значит, многочинные неприводимые, так, вот, здесь, соответственно, тоже везде нету, но, значит, вот это уникальное такое кольцо, да, где делители нуля, здесь, здесь много обратимых элементов, x минус первый, да, вот здесь, так сказать, обратимые элементы только, ну, в r от x только элементы из r, здесь тоже, но это не факториально, ну, и вот в таком ключе вы можете, есть и общий факт в алгебраической геометрии, который сразу вам фактически все дает, что кому изоморфно, вот, но пока вот на этих примерах, это, так сказать, приглашение к танцу, так сказать, хорошо, значит, ну, вот еще тогда, что, тогда поля, тогда поля, оставь, за оставшееся время мы немножко пообсуждали, ну, так сказать, нам просто, да, потому что мы в первом семестре еще их обсуждали, алгебраические расширения полей, ну, значит, основные, основное, что надо знать, да, значит, итак, вот есть какое-то расширение полей, элемент называется алгебраическим, да, если он является корнем какого-то многочлена отсюда, значит, на тка, среди таких многочленов есть многочлен наименьшей степени, он называется минимальным многочленом, мы его вот так вот будем обозначать, минимальный многочлен элемента альфа, это можно, на самом деле, в более общей ситуации, не обязательно здесь поле, вот, можно минимальный многочлен рассматривать для алгебры просто, да, и на лекции это было, вот, но вот для полей он, например, неприводим, это важное свойство, вот, значит, он неприводим, и он делит любой, так сказать, аннулирующий многочлен, значит, для любого f из k от x, если f от альфа 0, то мю альфа делит f, вот, деление с остатком просто, это, так сказать, Дмитрий Андреевич все доказывал подробно, вот, ну и, значит, структура, структура конечного расширения, получаемого присоединением элемента, аллогибраического элемента, значит, вот взяли наименьшее под кольцо, которое содержит альфа, да, и k, и наименьшее под поле, его поле частных, вот, оказывается, они совпадают, это избавление от рациональности в знаменателе, помните, это у нас в первом семестре было, вот, значит, ну и поскольку альфа там, так сказать, удовлетворяет какому-то многоуравнению степени n, то вы можете, значит, по модулю n все это рассматривать, в том плане, что вот так, и вот эти цииты уже однозначно определены, ясно, да, где n это степень минимального многочлена, согласны, да, ну и заодно это размерность вот этого поля над этим под полем, который еще обозначается вот так, ну вот, значит, ну, пример, возьмем корень n степени из двух над полем q, значит, у него минимальный многочлен это x в n и минус 2, это надо уметь обосновывать, значит, ну, то, что он аннулирует, это очевидно, но почему он наименьшей степени, потому что он неприводим, значит, надо понимать, во-первых, почему он неприводим, во-вторых, почему отсюда следует, что он минимальный? неприводим он по какому признаку? Да, по признаку Эйнштейна привет первому семестру. Вот, а почему отсюда следует, что он минимальный, да, ну, вот это у нас есть свойство, да, минимальное, минимальное многочленное, что он неприводим, но одновременно, значит, это и признак, вот, потому что, ну, смотрите, если у вас есть какой-то неприводимый многочлен, какой-то еще g неприводимый и g от альфа 0. Тогда смотрите, у вас вот по этому свойству μ α делит g. Согласны, да? μ α делит g. Но g неприводимый. Значит, μ α ассоциирован g. Ясно, да? Значит, они отличаются на константу, значит, минимальные фактически. Ну, обычно считается, что минимальные тот, у которого старший квалифициент единица. Ну, так сказать, хорошо. Вот. Значит, окей. Дальше. Дальше. Значит, в частности, вы понимаете вот это. Что вот эта степень равна n. То есть, в геометрических терминах вот такие вот элементы линейно-независимы над q. И они, соответственно, образуют байз вот этого расширения. Ну, как раз, да, их линейная независимость, значит, ну, их, если бы они были линейно-независимы, то это как раз и означало бы, что есть какой-то многочлен над q, да, степень которого меньше n, и у которого корень n-той степени из двух корень. Согласны, да? Потому что это как раз степени, корень n-той степени из двух. Вот. Хорошо. Дальше. Важная теорема о размерности башни. Это на лекции было, правильно? Да. Вам что напомнило лемма о размерности башни? Значит... Теорема бывает. Ну, да, значит... Значит, вот если есть конечное расширение, вот так это обозначим, то есть это значит, что p над k это m, а q над k это n. Да, то действительно расширение вот такое, тоже конечно, имеет степень mn. Да, напоминает q над p. q над p. Вот. Это mn. То есть размерности перемножаются, это напоминает... Если вот так записать, то это напоминает свойство логарифмов. Правда? Да. Ну, это неудивительно, потому что размерность это и есть логарифм. Что такое? Видите, логарифм. Правда? Ну, это не доказательство. Доказывать на экзамене так не надо. Потому что, так сказать, чувство юмора не всегда есть. да, экзаменаторов. Вот. Но это очень мощная теорема. Она простая и мощная. То есть, например, с ее помощью можно много чего интересного доказывать. Ну, например, значит, вот у вас там была задачка, да, значит, вот берем корень пятой степени, там, из чего-то, из семи, и берем корень седьмой степени из пяти, допустим. И вот берем вот такое поле. И вот хотим понять, какая у него размерность на тку. И вот оказывается, это 35. Это интуитивно, наверное, ясно, но надо как-то уметь это строго обосновывать. Значит, мы строим вот такую решетку. Значит, и вот заканчиваем вот здесь. Значит, здесь степень 5, правильно? Потому что многочлен x5-7 не приводим. Здесь аналогична степень 7. Значит, а тогда смотрим, что здесь. Вот сразу нельзя сказать, что здесь степень 7. Потому что мы присоединяем действительно вот этот элемент, который является корнем вот этого многочлена y в седьмой минус 5. Но этот многочлен, он не приводим над q. Но почему он не приводим вот над таким полем? это не очевидно. Это, по сути, равносильно тому, что здесь степень 7. Вообще, мы можем здесь написать некоторую степень m и сказать, что она не больше 7. А здесь некоторую степень n и сказать, что она не больше 5. Понятно, да? Ну, потому что уж точно степени этого элемента порождают вот это расширение, правда? То есть они могут быть разве что линейно-зависимы. Вот. Ну, хорошо. Значит, мы можем теперь применить лему размерности башни и посчитать двумя способами степень вот такого расширения. Правильно? Степень такого расширения с одной стороны равна 5m, а с другой стороны равна 7m. Правильно? Значит, отсюда m делится на 7, а n делится на 5. Как m может делиться на 7, если m не больше 7? Только 7, да. Ну и все. И все доказано. Ясно, да? А почему сейчас меньше 7? Меньше равна 7? Ну, потому что вот если это обозначить за альфа, то элементы 1, альфа, альфа-квадрат, альфа в шестой это система порождающих вот этого над этим. Правильно? Ну, все. Из любой системы порождающих можно выбрать байз. Хорошо. Значит, ваше домашнее задание вот здесь доказать вот это. Так, сейчас может быть... Ну, еще один момент. Поле разложения, да? Нам надо с вами обсудить. И сопряженные элементы. Значит, ну, поле разложения многочлена, да? Это наименьшее поле, над которым он раскладывается на линейные множители. То есть, это поле, которое содержит все его корни и порождается этими корнями. то есть, то есть, то есть, то есть, многочлен как-то разложился, вот, тогда, значит, над полем К он сам, а корни, вообще говоря, не из поля К, они из некоторого расширения. Вот, но вот это называется поле разложения. Значит, если мы внутри С живем, то этим можно ограничиться, да, этим определением. Но вообще вам, значит, доказывал Дмитрий Андреевич, что там все поля разложения изоморфны, да, вот это все было. Так что, значит, на семинарах у нас просто практические задачи, как искать такие поля разложения. Вот, значит, ну и сопряженный элемент сразу, если многочлен F неприводим, то все корни его, значит, все его корни называются сопряженными над К. Вот, значит, альфа и бета, вот, если есть К, расширение L, значит, альфа и бета алгебраические над К, так, над К, значит, они называются сопряженными над К, если у них одинаковые минимальные многочлены. Обратите внимание, что понятие сопряженности зависит от поля, так сказать, да, если мы расширяем поле К, то, соответственно, они уже могут перестать быть сопряженными. Ну, например, элементы И и минус И, они сопряжены над R, так, потому что у них многочленный X в раз, плюс один, но они не сопряжены над С. На С вообще каждый элемент сопряжен сам себе, только. Здесь, кстати, интересно, понятие сопряженности здесь как, это не то же, то есть здесь это в обоих смыслах, и в смысле комплексного сопряжения, и вот в этом смысле, а вообще это разные вещи. Вот, значит, ну вот последний, пример я разберу, значит, поле разложения двучлена. Поле разложения двучлена. Значит, вот у вас двучлен X вент и минус А над каким-то полем К. Вы присоединяете один из из его корней обозначен его буквой M. Еще вам нужен первообразный корень степени N из единицы. Ну, считаем, что N не делится на характеристику. Вот. Ну, там, в C это заведомо так, там, да, есть первообразный корень, это E в степени 2Pi делить на N. Тогда поле разложения, ну, по определению это вот такое поле. То есть, вы должны присоединить все корни, правильно? Это эпсилон. Но легко понять, что это то же самое, что присоединить один из корней, любой, и корень из единицы, правильно? Ну, потому что поделите этот на этот, получите эпсилон. Вот. Вот так выглядит поле разложения. Вот. Ну, и дальше там можно искать его степень. Например, если я возьму какой-нибудь многочлен x5-2, да, то часто бывает ошибка, да, говорят, что вот это поле разложения этого многочлена. Хотя под этим корнем понимают одно действительное значение. Это ошибка, это неправильно. Значит, поле разложения это будет вот такое поле. И его степень на tq равна 20. Вот. Ну, вот это тоже домашнее задание. Давайте сейчас тогда на этом закончим. домашнее задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok